теперь о хорошем так и так значит елена юсанна савинич прошлый вина сидела рядом ну что я скажу ну вообще я получил несколько отзывов замечательно вот великолепно так что поздравляю вас дебютом я про ваш рассказ но то что вы видите за ее спиной это и есть та самая мировой опыт я примерно у меня сотни ваших фотографий я решил через институт обойти вообще стороны как бы не прибираться это называется вооруженная нейтралитет почему потому что я надеюсь что однажды вы станете сотрудником этого института а сейчас чтобы понять не было до конца я надеюсь во первых что вы смотрите этот вебинар это очень важно я вас называю штучным изделием так образно дело в том что когда мы прощались с научным сотрудником не знаю я вот фотографии есть там там на фоне этих вишен мы сфотографировались доска белом с ним сфотографировались вот не стал показывать не стал называть данный напишет мне письмо вряд ли первым я всегда так делаю значит будем сотрудничать вот а пока большая горсть косточек с огромных абрикосов уже поехал в барнаул но не это главное главное мои слова которые ему сказал при прощании вот я сказал есть два человека савинич генн сана и железов сергей валерьевич лучший производитель саженца я говорю вот когда вы он представился как научный сотрудник а вот когда вы будете директор института академиком когда-то ведь в лесовенке в институте академик правил бал вот вы примете их штат но с особым условием они работать будут не вашим этом они будут чисто со штате а так как там все равно вы их прокормить не сможете них них семьи он тонко наше тут закивал головой насчет кормежки но понятно прокормить не сможете то чисто с вашем штате эти уникальные талантливая молодежь она должна работать хакасии красавиевском крае шушевском районе работать и испытать новые сорта технологии которые вообще пока еще науки неизвестно вот это вот на этом и расстались он конечно грустно улыбнулся но будем надеяться что станет академиком вот это вот приняли фотографию делала она видеть будучи командировки как лучшая куда как лучше выпускница она делала в мичуринске так вот ну уникать не будем вам уже понятно для меня это овечки доли вот я все время пытался понять если у меня вся жизнь это одна сплошная как бы ниточка тянется тянется одно одно к другому другому вот и получилась очень важнейший разговор потом будет много писем много интересного расскажу ну вот это я обязан рассказывать просто обязан мы сидим с ней за чаем и вот я говорю ну это там искусственные корни эти самые карликовые деревья это тупик там колонны тупик микроклонирование овечки доли тупик они же все померзут чертовой матери на большей части россии причем даже можно не сомневаться в этом вот что дальше и вот что дальше но в основном работает с яблонями это понятно сам благодатный материал у меня родилась одна идея она у меня огромная претензия к науке в принципе когда мы а савинич это непростой человек вот с ней даже на равных трудно разговаривать сильно грамотно вот и когда я спокойно сказал что вирусы на растениях уничтожить невозможно она сказала возможно я не возможно она ведь возможно вот я говорю нет она гряда но хорошо верно санна допустим вы правы у нас в сибири а судя по всему сюда еще не дошла сюда вот потому что вот это вот если когда дойдет беда сюда это не просто деревья они ослаблены невероятно они изувечены это калеки совершеннейшие калеки здесь все не так все не то знаете как вот этот сегодня во время встречи в моем саду с этим с научным сотрудником так удивился что сергей привает и я в лучшинкой полировкой а почему не почкой видите а для меня привыка почка это уже калека а потому что надо отрезать подвое делать страшную рану корни искусственные чтобы удержать вот такую вот форму дерева это все надо изувечить изувечить увечить все время ну и я не тянула я на саду по моему сказали полтора десятка этих опрыскивания а тогда чем эти яблоки сделаны в россии вот они под вашей руку отличаются от тех которые мы покупаем в магазине вот а там написано марокко там этикеточки вот новая зеландия чем они отличаются то голландия вот отравленная она есть отравленная а потом это все однажды помрет так что вот это если дойдет то самая страшная вещь у нас сибири уничтожены миллионы яблони это осталось не замечено у нас все же и люди начнут вымирать посмотрите какой пожар у нас уже затянулась иногорске я представляю что творится ближе за сотни километров это это даже это не замечают никто не гасит а здесь тем более здесь получилось так что за несколько лет был уничтожен такой ареал яблони это минусинская котловина в целом назовем потом пошло в шире то ли к нам пришло то ли от нас пошло вот и пошло уже по тимберской области и по иркутской но там нет таких больших этих количество яблони у нас было а мы по мэйс по экспортом занимались экспортом яблок занимали так и тихима все изменилось эти узбеки называют свои яблоки сибирскими лишь бы они купили а сейчас все конкурентов больше нет вирус уничтожил я почему говорю вирус это отдельная тема наука даже ухом не повела и боюсь что ее науки просто в сибири больше не существует а если им скажешь они очень удивятся хотя у них тоже сады погибли ученых почему поймите меня правильно итак есть сибирка я буквально пять минут простите это настолько болезненная тема вот буквально пять минут есть сибирка я их обследовал уже не сотни тысячи ни одна не заболела так далее менее всего болеют яблони привиты на сибирку раз и менее всего болеют яблони у которых нет ран через раны не проникает это мои наблюдения железо вот потому что может как кто-то когда ты правду какой-нибудь академии заглянет на этот вебинар вот и поймет что это не шутки это уже что творится вот через раны не проникает нет и вот но деревья раненые то есть которая подвержена традиционной обрезке они ослаблены просто почему-то когда нам говорят как дерево нуждаются в обрезке детей кто-то говорят они просто невеже они не ведут что творят нет они не сволочи они просто тиражируют то что им бита в башку вот а я вам покажу такие примеры но попозже а здесь самый главный момент заключается в том что это явный вирус вот и ансана мы с вами не успели обсудить эту тему вот сильно короткие приезды свои дела я понимаю свои проблемы но вот где-то посередине ветки раз пятно все но отрежешь а смотришь через некоторое время я не про свой сад помните вы говорили нам саду не нашли это этой штуки этой болезни но я шире гляжу я же испытатель настоящий я вот смотрю может в любом месте появится на дереве но на изувечном то уже точно а так как у нас в нашем ареале огромным сотни тысяч миллионы это вся минуситская котловина яблонь только они были уничтожены за несколько лет но они все практически были начали изувечены вот и к чему говорю вот и я уже знаю примеры из башкирии а это уже ближе к вам ждите придет она и однажды вы поймете что нужно будет а переходить на сеянцы вот почему мы говорили санна возьмите в штат не пожалеете вот на сеянцы переходить во вторых переходить на нормальное мощное рослое яблони знаете чего будет не совсем удачно дело в том что вот как когда вот такая вот технология как вот на картинке да вот на этой на фотографии они как как калиброванная они достаточно крупные им под остается больше сахару вот и когда такой явный как у меня где яблок с моря и они все разного размера и какое какое горе вот что они не добирают сахаром сильно большой урожай но это уже другой вопрос и вот получается что можно все это одночасье потерять все это десятки лет как наработки это промышленное производство и вот я договариваю и дальше пойдем нормальный разговор пойдет что я хочу договорить до конца это сидим мы если бил в лоб и говорю инсана правда что это вирусы можем не что же получается правда что если это все таки не преувеличение потому что трудно поверить что овечки дочь на что-то годятся овечки доли и тут куда что-то делается а это ниже вот что вот эти овечки доли ну нет я остаюсь при сомнении они не жизнеспособны а теперь представим себе что мы на сибирке их посадили а не без вируса и получается и овцы сыты то и железу прав и сеянцы получаются и а супер морозостойкие сеянцы а эти вот без вируса на них садим и что мы добиваемся этим второй этап когда нам придется возрождать яблони в сады этот сады уже уничтожены вот вот это будет наше сад на одной из так сказать к вам уважаемые ученые предложение как бы и она не стала со мной спорить я бы даже не догадался что это последний шанс на сибирке садить безвирусные ваши вот эти овечки доли в таком виде они шансов нет будущего нет ну в общем вот я выговорился для кого я говорю может для одного из двух вас хотя нет сейчас нашу прибыла вот смотрите вот он грузкобил авторсун плод это он у меня был лучшие годы вот сейчас ему где-то лет 75 но он никак не остановится и вот именно он я ему низко кланяюсь именно он привез это ученого что я сказал ученому елену саду савинич и железово и железово дениса железово сергея валерьевича нужно брать но пусть работает вот здесь вот вот это будущее сибирской науки а потом и все мировой почему мировой сейчас поймете вот савинич да запоминайте лица запоминайте его фамилию это очень важно влияние привоя на подвое проходим про она произошла практика настоящая узаконенная уже лизово ну подумай что это сама сгоревший сад и бывший фермер вот вот это влияние подвоя на привой это черешня вот вот этот момент елена санна я как-то сейчас больше к вам обращаюсь почему вот это вот персик вот что стало смотрите значит казалось бы полная неудача но все-таки вот сейчас он опять обророс вот показывал сегодняшним гостям это турсунок доскобилова он восстановился ладно но на этот момент действует одно яркий пример того чего я я вам буду сейчас пальцы загибать предлагать несколько видов деятельности но у меня слушать будут пока сотни а потом кто-то вырежет этот кусочек поместили сделать отдельный фильм и тогда их тысячи увидят это а потом окажется что желающих уже несколько а лучше несколько десятков в чем соль в чем сама это мое скромное открытие мировое такое мясо что как у мюнхаузен я же говорил каждый день подвиг так вот этот подзыв в следующем что я догадался что почки вот они мертвые вот живые причем без всякой системы не нижняя мертвые а верхние живые не верхние мертвые нижние живые вот что сказал про мою новую теорию ученые москвы и вот меня слушает ребрик наверняка александр усеевич а он главный редактор крупного журнала он печатал отзыв на мою эту самую а или это было 6 ваше 600 крупнейший журнал или только крупнейший галяда ну сейчас не суть важно цитирую его он сказал смысл его нет процитировать не смогу там речь шла о лучшей дифференциации по русски переводе это означало что почка где условия были выгоднее то-то и усилела а принципе все почки имеют одинаковый раз вот смысл крупного ученого который ответил на мою теорию на мою публикацию но теперь смотрите этот раз да я расстроился страшно вместо того чтобы кушать персики а у меня уже целая очередь за косточками я вот с этим вот имею дело но зато покажите мне где лучше дифференциация господа ученые это самое гражданина ярославцев покажите где почка в лучших условиях где в худших вы посмотрите какой удачный снимок так вот селекционное клонирование железа означает что каждая почка имеет свою индивидуальную морозостойкость и каждая почка имеет двойное назначение каждая почка может быть расти может быть стать веткой каждая почка может стать цветком и плодом а растоплодом значит она имеет половые органы половые клетки ополока плеткой клетки рознь а значит что значит с помощью отбора вот в таком вот виде я специально вот смотрите что я мог до это 2016 год журналистка с красноярска приехал просто удачный снимок какая ветка лучше какая хуже а у них морозостойкость то сарганцы морозы весьма подряд вот смотрите одинаково морозостойкость тут или тут или тут 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 ну ну что я слепой вот и вот это одно из направлений а потом если уж у меня вот это выжило если отсюда взять веточку то полость россии может иметь персики поняли вот благодаря вот этому снимку вот такой вывод скромно но со вкусом селекционное клонирование существует вот пока только у меня на результат вот теперь елена санна я уж извините фактически этот передачу вам посвятил сейчас глазочек вот это мой друг мы договорились вот так же как чернобаев человек не публичный вы к нему не попадете вот ему восемьдесят три или четыре года дай ему бог даже до 100 лет а лучше до 150 это было вера саду я считаю у него в саду растет пять абрикосов три моих два филиппева или наоборот три филиппева два моих это уже никто не знает и не вспомнит но самые маленькие такие ну вернее средние вот такие вот почему он отличается его сад от моего потому что некому было испортить я потом вам покажу переплелись все деревья и рядом на состоянии несколько сантиметров плодоносят вот такие абрикосы у меня и меньше в десять раз по размеру вот то есть опыление шло таким образом что в общем это называется телегония в действии но боюсь дальше вас термином закидать открытие ящики вот отдельный ареал с максимально крупными абрикосами вот это я вам хотел сказать я ансанов единственный человек которого я отвезу к нему